Ну что, а у нас уже минус 20 и мы в Владивостоке Если вам нравились наши ролики о Дакаре, смотрите наши ролики про тропу тигров и леопардов Новый символ Владивостока – золотой мост Но золотой он не потому, что слоил слишком дорого при постройке, а золотой, потому что пересекает бухту Золотой Ром С появлением Золотого моста жизнь в Владивостоке не только изменилась, но и их культура повысилась Теперь вместо матерных слов на вантах моста пишут названия городов Крыша здания и страция края – это место справедливо считается самым лучшим для любования городом Отсюда открывается самая лучшая панорама Мы в Крышевическом музее Владивостока, который называется музей Арсеньева Здесь балкон с самым лучшим видом на центре города Но что самое приятное, на входе есть наклейка, которая разрешена Дима Перновский, привет, ты молодец В Крышевическом музее Арсеньева есть чучело тигра в настоящую величину И рядом чучело леопарда Ну и просто обратите внимание на размер тигра, как он соотносится с человеком Национальная забава Владивостоксов – ловля корюшки в минус 20 Сами жители вот этих вот рыбаков ласково называют пингвины Похожи? Корюшку ловят либо на самодур Самодур – это снасть, где у вас снизу грузило Сверху выправляются к удочке и к леске много-много крючков Либо ловят вот на такое приспособление, называется моби-скин Очень напоминает нарезанные разноцветные презервативы Ну и некоторые ловят на японских морских червей Обратите внимание, все снасти японские Китай очень далеко от Владивостока Мы приехали на самый большой китайский рынок в Владивостоке Пройдемся, посмотрим Очень много смешных вещей Известные бренды, но названия переделаны Например, Айсберг переделали в Сейберг Сразу ее не заметишь Такие заведения очень популярны в Владивостоке Они называются китайками Тут ничего гламурного, держат его китайцы и подают китайскую еду Очень интересное меню Вот в этом заведении оно еще более-менее нормальное Хотя встречается суп говядина с помидором Или огурец с говядиной Мы целый день гуляли по Владивостоку Мы устали Вечером за наши походы и труды Мы должны быть вознаграждены Поэтому мы выбрали очень типичное для Владивостока место Бар Мометроль Редактор субтитров А.Семкин